В мире начался финансовый кризис, но с другой стороны, латвийские банки за прошлый год показали сверхприбыль, и латвийский САИМ даже задумался о теоретической возможности получить с этого какой-то налог. Правда, не смог с этим никуда продвинуться. И, кстати, это показывает, что латвийское государство с регулированием финансового сектора, к сожалению, не справляется. На деле, в такой ситуации, уже начавшегося, происходящего финансового кризиса, надо резко взять с банков деньги для резервного фонда, страхового фонда. Потому что до сих пор было как всегда, мы это видели в случае Парекса, что прибыль это для банкиров, а последствия их банкрота, это уже наша общая задача, наши общие расходы государства и налогоплательщиков. Это никуда не годится, поэтому надо сейчас и сразу взять с банков существенные суммы, которые реально могут застраховать дальнейшие последствия их деятельности. Тем более, что банки у нас в основном зарубежные, и прибыль свою они сразу выводят за пределы Латвии. Более того, даже те деньги, которые принесли эти банки, жители Латвии, фирмы Латвии, они не очень вкладывают в латвийскую экономику. Сейчас остаток там и депозитов, и остаток на счетах в районе 8 миллиардов евро. То есть за такие деньги, если их вложить грамотно в Латвию, можно здесь сделать, ну, прямо чудо, экономический рост. Но это не происходит. Поэтому в данной ситуации, с одной стороны, государство должно создать подушку финансовой безопасности для системы в целом, и с другой стороны, создать просто стабильный государственный банк. Если уже модель такая, что люди просто принесли туда 8 миллиардов, и с ними ничего не происходит, то хранить их может и государственный банк. И в этом государственном банке эти 8 миллиардов будет большей безопасности, чем в иностранных банках, которые сейчас орудует в латвийской экономике. Продолжение следует... Продолжение следует...